Три очереди застройки, это Родниковая долина 1, чтобы понимать, мы сейчас находимся с вами вот здесь, да, стоим. С первой очередью 20 тысяч квадратных метров первые 9 домов, которые планируются к сдаче 1 июля 2016 года. В общем, весь этот проект планируется к строительству до 2018 года, с сдачей последнего дома. Общая площадь будет 325 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время компания ведется проектирование школы, закончено проектирование дороги по улице Родниковая, которая соединит улицу Джабаева, существующую, с второй продольной, это университетский проспект. Эти первые 9 домов для граждан, да, были заложены 30 сентября. Вот у нас там на презентации видно, когда закладывали вот этот камень, именно 30 сентября. За 3 месяца, сейчас пройдем, посмотрим, динамика очень положительная. Основная концепция – это закрытые дворы, непроездные. То есть вот здесь вот машин не будет, территория будет огорожена, все парковки будут снаружи квартала. Есть такая информация, что ли возмущается состоянием этого всего. Комары, змеи лезут даже на второй этаж. Ну, насчет змеи... Вот всяк в случае по телевизору это даже было. Насчет змеи я не знаю, змеи я не видел. Гражданам, пострадавшим, чье жилье пострадало в результате чрезвычайной ситуации, будут выделяться государственные жилищные сертификаты, которые обеспечены финансированием из федерального бюджета. Расчет государственного жилищного сертификата производится, исходя из количества граждан, зарегистрированных в жилом помещении, и расчетного показателя стоимости квадратного метра – 31,100 рублей за один квадратный метр. Но губернатором Волгоградской области Андреем Ивановичем Бочаровым принято решение о дополнительных мерах гражданам, чье жилье пострадало в результате ЧАЭС. Дополнительные меры предполагают собой доплату разницы как стоимости квадратного метра до 35 тысяч за квадратный метр получателям сертификатов, так и гражданам, являющимся собственниками жилья. Сегодня единственной формой обеспечения жилищных прав граждан в связи с наличием чрезвычайной ситуации в рамках ликвидации ее является государственный жилищный сертификат. Есть проблема, которую сегодня жители Родниковой долины вынуждены пересаживаться, если едут в Красноармейский район. На сегодняшний момент данный вопрос прорабатывается администрацией Волгограда с учетом развития транспортной системы. То, что нам сейчас предлагают, его не видно, во-первых, это первое. Ну, то, что с территориальной точки зрения, естественно, это удаленное, очень удаленное жилье, которое нам предлагают. То есть та инфраструктура, где мы жили, она более развита, она более удобна для проживания. У многих жильцов дома именно работа, либо в центре, либо в Держинском районе. Место, то, которое нам предлагают, нас не устраивает.